Комиссия по делам несовершеннолетних посетила семьи, которые нуждаются в постоянном контроле и помощи со стороны общества. Эта работа организована для выведения их из социально опасного положения, защиты прав детей и помощи родителям. В рейде приняла участие и наша съемочная группа. В течение января наступившего года были проведены рейдовые мероприятия по проверке неблагополучных семей, состоящих на учете в органах и системах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе одно плановое и два внеплановых по указанию главы администрации. Посмотреть, в каких условиях находятся дети, трезвые ли родители, что приготовлено на обед – это основная цель рейдов комиссии по делам несовершеннолетних. По результатам проверок двое детей из поселка Дунай были изъяты из семьи и помещены в приемное отделение ФГБУ СМСЧ для дальнейшего обследования и дальнейшего жизнеустройства. Кроме того, инспекторами ПДН в январе было составлено шесть протоколов о административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35 КОАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Материалы данные направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и дальнейшего принятия решения. И, кроме того, семь детей из состоящих на учете в настоящее время прибывают в социально-реабилитационном центре для прохождения курса реабилитации. В ходе проверок был проведен осмотр жилищных условий 28 семей, состоящих на учете. 14 семей отсутствовали по месту жительства и включены в список проверок на 5-6 февраля. На сегодняшний день в городском округе лидирующую позицию в печальной статистике по учету социально неблагополучных семей держит поселок Дунай. Чем это обусловлено? Приезжают семьи с других территорий на нашу территорию, не имеют прописки, не имеют регистрации, не имеют даже временной регистрации. Оказывается ли этим семьям помощь? Во время рейдовых мероприятий или при поступлении любой информации, при проверке семей с инспекторами и опеки, попечительства, а также социальной защиты. Им разъясняются о всех мерах социальной поддержки, которой они могут пользоваться. Многие люди просто не знают, как им получить помощь, и специалисты оказывают им в этом поддержку. Работы с этими семьями организованы для выведения их из социально опасного положения, защиты прав детей и помощи родителям сохранить семью. Для этого и ставятся они на учет, и наблюдаются. И по результатам проводится промежуточная реабилитация, где органы и учреждения докладывают об изменениях ситуации семьи. По стечению еще трех месяцев уже конечные рассматриваются итоги конечной реабилитации, и принимается решение, или дальше продолжает семья состоять на учете, или снимается с контроля. Но если при работе специалистов социальных служб с родителями не получается качественно изменить обстановку в семье, создать для детей надлежащие условия, то, конечно, применяются более радикальные меры. Помимо административных штрафов, родители могут быть лишены родительских прав, вплоть до привлечения их к уголовной ответственности.